здравствуйте меня зовут татьяна и рада вас приветствовать на канале который так и называется татьяна кельмяшкина начинаю снимать ролик начало точнее значит потом он продолжится наверное завтра посмотрим как пойдет о том как я свяжу образец из пряжи и значит до стирки после стирки посмотрим на него хочу сразу сказать пряжа всем хороша но еще недавно красивые моточки все разваливаются я вот вроде 3 так более-менее нашла микрос процессе сейчас съемки они тоже распушатся так сказать но у каждого свои недостатки что ж значит это у нас это у нас пряжа линия пура до в общем атлана гросса показывая ее недавно но показывал не руки в кадре а лицом в кадре на балконе прямо морозом было и не стала я стоять рассказать сегодня потеплело давайте прям сначала до конца итальянской пряжи 80 процентов вискоза изо льна 20 процентов льна то есть наверное переработанный ли он и простой что ли знаете я вот вот так покажу потому что когда я начинаю что-то говорить упасти не встать я могу в овечьей шерсти найти медвежью в общем-то вроде все привыкли но тем не менее да вот смотрите информацию но это полностью натуральный продукт лен только вот он какой-то разного и разной выделки 50 граммовые моточки 120 метров я значит имею 10 молоков 1200 должно хватить на короткий рукав к лету готовлюсь только ли он чистая природа значит 0 15 цвет ну наверное эти цифры мало ли о чем могут сказать образцы никогда не смотрю они кому-то важно но не мне и вот написано что для кофточек 38 40 размер 350 грамм нужно 7 морков меня 10 но здесь все таки знаете нарисован-то длинный рукав я надеюсь что с коротким рукавом влезу тем более сейчас что-то на коротенький ориентацию держу вот и спицы три с половиной четыре вот спицы меня удивили смотрите стирать при 40 градусов чуть-чуть на единички гладить в общем вся информация перед вами вот такая пряжа новогодний подарок я себе сделала как в космос лечу я изольная с чистым не вязала я просто выдержала в руках я видел грубейший лен видела нежнейший лен но здесь большом счет лен с вискозы хоть и вискозы сделано так сказать насколько я понимаю и зайна лучше почитать я от лишнего брякну только дезинформирую значит мягкость 1 что могу сказать очень мягкая пряжа и пряжа непослушная это вот просто очевидно сегодня же запакую все что от нее еще так останется если от моточков отнесу папочки завтра оставлю к себе один моток буду вязать образец вот так смотрится крутка хорошо прям заметно но вот на четверке я бы ее не рискнула вязать если как таковая пряжа я думаю это пряжи из тех которые знаете все выпуклости в пуклости вот она обнаруживает можно черный взять цвет он скроет но я черно не хотела и такой цвет очень люблю хотя черненькая мне обязательно связать люблю вот пряжа подобная текстура полотно она мне кажется обрисовывает вот все что нужно показать нужно и не нужно и точнее покажет и поэтому я планирую у меня есть шикарная бобинная пряжа кто-то скажет ну зачем вот дайте девчонки наиграться хочет девчонка помиксовать дайте ей почему мандарин не виден наиграться не ругайтесь это же так классно миксовать есть у меня значит пряжа это тоже лен вискоза но не зальна скорее всего потом еще на там делается опять забыла читал читал забыл и хлопок вот задача хлопка 0 с вискоза плюс ли он с вискоза ничего страшного задача хлопка немножко немножко полотно стабилизировать все таки 80 процентов вискоза какой природа на не было по-моему это будет полотно и тянутся и по мере того как она тянется как я уже сказала все вот ну а у меня есть что показать точнее не так говорю у меня есть что не надо показывать но что вискоза обязательно покажет вот теперь точно за скорее всего в две ниточки я эту пряжу впрягу попробую с 1 2 я пока посмотрю покажу на каком варианте я остановлюсь вязать из чисто изо льна скорее всего не буду только если мне вот это очень сильно не понравится вязать образцы из того чего не как-то не планируешь вязать нет смысла время надо ценить поэтому я планирую немножечко вот такого цвета 1 или 2 нитки не заглушит этот цвет они чуть-чуть подтушу это я сейчас очень люблю я наверно устала от цветов таких как вот у никого рода мне хочется микс 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 как устанат микс опять буду вязать что-то другое надо действовать вот по настроению здесь и сейчас ну что же значит я пошла вязать образцы пока прям вот объективно не хотят мягко титнар субъективно не колется мягко и непослушно это все что могу сказать об этой пряже и потрясающий цвет и состав так ну что образец готов и я готова вам его показать все подсохло сейчас когда я буду говорить о размерах кто будут вставляться фотографии где можно будет увидеть до стирки особой разницы такого выразительного изменения нет просто он действительно расправился я люблю на полотенчика положить полотенчиком сверху несколько минут все расправить не отпариваю значит вопрос который перед собой ставила одну или две ниточки я буду добавлять именно вот этой бобиной лен хлопок вискоза когда я добавила две нитки это у меня осталось от джемпера круги на воде так у меня большие бобины и есть еще моточки то образец был все таки во первых толстоват и во вторых очень похож на образец ну скажем так не в стопроцентное сходство но прям близко-близко стал подходить к образцу где я тестировала крапиву с каким-то количеством этих ниток а я не помню с каким а кончики то не для а сейчас я посчитаю по кончикам можно посчитать спасибо что подсказали 44 вот таких ниточки и крапива тоже тонкой тонко она даже тоньше и вот уже две нитки как бы напоминали образец крапивы он мне очень нравится но два абсолютно одинаковых как-то мне не хочется я была готова 2 2 ниточки вести 3 готовы я просто завяжу и понимаю что грубовато и дала заднюю и думаю дать я попробую с одним вот с одной ниткой мне понравилось я уже была готова в крапиву вплести что-то другое если уж выбирать куда вплести эти нитки я бы все таки выбрала лен с вискозой плюс лен вискоза хлопок вот сюда крапивочки я бы нашла что-нибудь другое но так как с одной ниткой получилось то что надо мне очень нравится цвет практически ведь не потерялся цвет такой же красивый медовый а плюс еще оттенок какой-то льна он появился я в для меня вот это вот лен такой грубый нет беленый и поэтому с одной ниткой то что лично моя душа просит вязала я спицами 375 но так как это кубические спицы можно значит как бы перевести в кругленькие 35 насколько я понимаю и наверное наверное я на них и останусь я еще раз постираю образец и посмотрю все таки есть здесь такая прозрачность некая но ли он с каждой стиркой будет не то что как шерстью валиваться как только красиво мне написал в комментариях что будет сольном с каждой стиркой может быть передума кубические 35 но маловероятно скорее всего основное полотно так я буду вязать на 375 а резиночки ну а видите резинку не держит от слова совсем просто обозначать очень мне падать за весь ажур отвечают у меня в мои вот эти две вместе накиды вместе накид если они хорошо смотрятся то любой ажур будет смотреться на пряжа хорошо проверено но всяком случае у меня такое убеждение да что ж ты прыгаешь то вот и неплохо хоть и не рельефно но неплохо смотрится посмотрите путанка причем я на этот образец пока он сох смотрела и так зайду до с этой стороны как бы сох на кухонном столе то так то так подсядешь и я понимаю что играет и вот именно путанка особо выразительно была он как сказать при лампочке при дневном цвете она как-то играла хотя рельефность ее пропала как будто ее при парили утюжком я думаю что можно это будет простая футболочка можно использовать путанку просто для того чтобы ну как это объяснить мне кажется лицевая гладь она тело выдает вот тут складочка вот тут брюки закончились вот тут белье началось а вот эта поверхность не совсем гладкая у путанки она как-то немножко немножко пусть какой-то проценте к это будет сдерживать меня это устроит то есть путанку я буду использовать несмотря на то что рельефность она потеряла все-таки рисунок как рисунок она сохраняет и мне это нравится особенно как тут покрутить на чтобы это увидеть она вот наверное вот что-то такое интересненькое есть и мне кажется в путанке больше всего выигрывает именно сочетание медового цвета с каким-то намеком вот примут крохотным штрихом но вот этого льняного мне так кажется путанки выигрыш не всего глади тоже ничего но здесь вот это по выигрыш не давайте посмотрим на размера 15 с половиной я люблю именно вот под этой изнаночной полоской чтобы не путаться в образцах они у меня практически все одинаковые да я не могу сказать все таки 15 вот а 15 половиной вот до 16 мы не доходим 15 с половиной было до стирки ровно 15 когда лежал образец влажным было 16 мне вот было интересно останется 16 немножечко подсохнет все-таки подсох из 16 превратился в 15 с половиной давайте посмотрим по ширине по длине наверное домой хорошо что я показываю в длину ровно 16 сантиметров безо всякий прям здесь вот начало здесь 16 до стирки это был показатель 15 сантиметров точно помню был квадрат 15 на 15 но я в общем то чтобы не забыть подтверждал это фотографиями чтобы показать как образец выглядел до стирки значит получается что в длину он вытянется в ширину тоже чуть-чуть вытянется но носка она все равно свое превознесет все-таки тело у нас и нагревается и потеет но нужно учитывать что в длину чуть-чуть вытянется но это же образе а полотно то будет тяжелое там конечно он вытянется гораздо больше все-таки у кого шикарная фигура можно не вводить никакую другую ниточку не бояться вискоза все что-то она какие-то так выпуклости в пуклости у нас на теле покажет я же каждый все про себя знает я же без вот этой стабильной ниточки которые вот это к шикарно струящееся полотно сделает чуть-чуть ну как это вот выразиться то даже не по стабильней но поймите меня пожалуйста то еще стопить на говорю в виду одну нитку мне это очень очень понравилось таким образом много солнца и тельняшка меня ожидает в новом году что это будет крапива с четырьмя нитками может даже пятую в виду хотя нет полотно уже в общем крапива с большим количеством вот этого с одной крапивы я связать не смогла от пихорочки крапива сто процент натуральная ткань я не смогла кто смог пишите пожалуйста я сейчас просто хочу положить рядом образцы вот с одной ниточкой лен мне очень нравится что оттенки разные оттенки у образцов разные у изделия они тоже будут разные это будут можно назвать джемперочек с коротким рукавом можно назвать футболочка я еще посмотрю и где мой цыпленочек кто говорит одуванчик кто говорит солнышко кто глазки ромашки вы у меня молодцы вот бобинная пряжа это у меня от леночки орловый хлопок с шелком так как здесь можно вязать без боюсь здесь я конечно буду вязать не футболочку а кардиганчик я пока так думаю что завтра у голову придет не знаю и я пока для себя еще не ответила на вопрос в виду ли я сюда надо тоже посмотреть лентяйки хотел образец связать с этим вот эту ниточку а для стабильности даже если в виду то только одну а цвет совершенно другой они не будут одинаковым вот это я хотела чтобы что-то было такое медовое именно в одну степь нас уводила другое какое-то ну как это сказать вот подобные образцы вот я про крайне говорю это как будто там было покрашено дом ли что-то когда-то краской и вот начало все как-то со временем вот это вот я очень люблю этот эффект в джемпере круги на воде он был использован пошла принесла не поленилась видите как будто красочка начала со временем солнце дожди кошка когти поскребла мне это очень нравится и вот этот эффект он будет и здесь чем это хорошо ну во первых цвет как бы он начинает играть и становится более глубоким так еще вы знаете если например какой-то вот желтый определенного оттенка подходит какому-то определенным цветотип да мы же все делимся на цветотипы и нам что-то очень идет что-то не очень что-то нас вообще просто убивает оба в чем-то мы теряемся так вот когда начинается такая игра цвета расширяется цветок количество число цветотипов под цветотипов которым эта вещь идет потому что все равно где-то мы выводим свой цветотип загаром немножко на другую ступень куда где-то макияжа мы можем вывести но не всегда мы наряжаемся вещи после того как причепуримся приведемся в порядок иногда бывает такие обстоятельства там побежал и вот вещи такого плана именно такого плана где игра цвета они отлично смотрятся когда у нас есть время подготовиться и преподнести эту вещь на отлично и даже когда мы ну просто побежали забыли себе она тоже нас вытягивает она не дает нам пропасть мне это очень нравится вот она значит крапивушка с прям с такой с большой так сказать с большим процентом этой пряжи который меня много вот лен с одной единственной ниточкой здесь я еще поколдую не отпускает меня мысль не отпускает меня мысль в этот кардиганчик ввести так я вас попрошу немножечко с места сойти вернее не с места нам сейчас нужно сосредоточиться только на этом образце безумно мягкий безумно мягкий леночка орлов спасибо огромное у меня от ванильки осталось вот два целых моточка что там какой-то кремовый смотрится он все-таки желтенький и еще какие-то остаточки остаточки и я совершенно не шутила когда говорила что мои мысли мои бредовые мысли кого-то от них прям жар бросает девочки мы научились вязать только для того чтобы воплощать свои бредовые мысли я все-таки хочу ну так как махера не очень много моя задача просто его куда-то интересного ввести на шапочке все понятно где хочется чего-то интересненького где-то как-то или color блоками ну почему что так отличаешь как вот белый заполосатить в кардигане разве будет возражать шелк с хлопком как сказать от дружбы что-то будет иметь против от дружбы с махером и шелком нет конечно шелк здесь уже как родной а махер он никогда ничего не испортит я в общем очень очень подумаю еще над этим такого кардиганщика у меня не было значит будет но это все что я хотела вам сегодня показать о чем хотела вам сегодня рассказать вот они мои думки о лете это просто замечательно цвет шикарный и не повторяющийся я все-таки приняла для себя решение вязать какие-то сезонные вещи не когда сезон начинается а заранее поэтому кроме зимних вещей а потихонечку буду начинать как минимум начинать что-то очень летнее вот она много солнца про тельняшку мы обязательно поговорим тоже в свое время но вот много солнца тельняшка такой девиз будет у меня с нового года и так до новых встреч мой добрый зритель они обязательно будут ну и специально для тех кто расстроился от того что ролик закончился я его продолжу и так кто там не довязал довязывайте а я продолжаю вместе с пряжей мир вышивки положил мне вот такую сокровищницу визиточка или как это называется мир вышивки мир крестиком два названия имеет магазин почему это там надо в истории смотреть напоминаю промокод кельмяшкин русскими заглавными буквами на десятипроцентную скидку на первую покупку я в инфобоксе обязательно оставлю информацию две шикарных открыточки это для тех кто вышивает здорово вот так вот знаете распространять хорошо придумали производителя особенно если такую открыточку вышивальщица подписать дать есть прям пожалуйста можно все что угодно писать и сразу как-то голос цепляется за набор вышивки а такой набор точно есть раз андриана букет пионов называется и кто-то захочет купить кто-то обязательно вдохновится здорово две открыточки дальше у нас идет за посторонние шумы прошу прощения у нас вечный ремонт уход за вязанными вещами ручной работы так кто не хочет отрываться вяжите я вам прочитаю вязаные изделия любят ручную стирку их нельзя тереть только мягко сжимать чтобы не образовывались катышки стирать рекомендуется в прохладной воде не выше 30 градусов чтобы изделие стало мягким и не колол замочите его на 10-15 минут в воде с тремя столовыми ложками девяти процентного уксуса после чего проплащите в прохладной воде мне как-то недавно спрашивали что делать чтобы изделие не колол в прямом эфире я слышала про морозилку слышала про ленор про уксус я не слышала не знаю кто-то говорит полная ерунда но на 10-15 минут насколько сказали а вот три столовые ложки девяти процентного уксуса на какой объем воды не указан недоработчика не используйте порошки содержащий отбеливатель для сохранения всех свойств изделий стирайте только специальными жидкими средствами для шерсти шелка ангора мохера лучше всего стирать шампунем для волос которым пользуетесь вы боже а мне так ругали когда грыз стираю шампунь который вот на полке для меня так нельзя гордать она спецсредствами а это лучше всего стирать шампунь так это мир вышивки мои ролики подсмотрел это не иначе так чтобы вещь не растягивался и не теряла форму нужно избегать выкручиваем во время стирки отжимайте мягко и аккуратно в полотенце да да у меня вообще стекает она честно говоря стекло стекло а потом водичка когда при минимум осталось я в полотенце без всяких отжимов осушить изделие нужно только горизонтально разложив на полотенце периодически меняя его чтобы постепенно впитывалась влага все как прям у меня посмотрели если после стирки изделие выглядит мятом замочить его ненадолго в прохладной воде затем снова разложите на полотенце и вот если у вас возникли вопросы по 9 процентам уксус у меня возникли вот но у меня ничего не колется я слоник пусть колется вот он телефон алё здравствуйте а три ложки уксуса на какое количество воды и так и значит что еще хочу показать вот такой каталог magic needle такс давайте давайте кто любит вышивать приготовьтесь так новогодний сюжет я думаю чуть-чуть запоздали или вообще-то и как я вышиваю это надо сейчас купить чтобы к следующему новому году вышить но зимняя тематика рождество фонарики птички вот если у меня был цветочный магазин или обувной магазин я бы вот это вышло рождественские сюрприз вообще пока не прочитала не поняла а так вот прям очень даже можно почему бы и нет эти картинки раньше так любила все что связано с рождеством особенно в наборах dimensions такие классные вещи а сейчас остыла к вышивке к вышивке остыла и до зимнего леса неплохо но не мое так розочки цветочки ну вот еще петарда мало того ремонт еще петарда у меня будут тут но это все рождество мне кажется уже если только на следующий год этот атмосферненько вообще где огонек свечи очень-очень новинки даже он чего но туда к следующему году я как раньше я следила за новинками как мне раньше все это нравилось но все что связано с осенними какими-то тыковками листочками шиповниками я очень люблю вот это мое это мое на кухню тематика кухонной неплохо но все таки здесь как-то но вышивка то крохотная 16 на 16 не проработанный хочет все-таки больше чуть больше проработки я уже мультяшные не очень люблю вещи гранат надо дышать к изобилию к плодородию так говорят во всяком случае тыковки люблю люблю прям очень тематику причем не хэллоуин скую всякие там фонари в ней и зубы а просто так как тыковка как умница с грязки так я вы знаете остановилась но это чувствуется не будет прекращаться к ремонту вы меня привыкли и к петардам привыкли развлекаются вот эти как фонарики мне кажется серии будут хорошо смотреться если их как бы то вписать его есть такое слово хорошо вписать в интерьер а так вряд ли но вот я всегда говорю вещь должна быть каждая вещь на своем месте это все вкусняхи вкусняки для кухни почему бы и нет очень даже очень даже если бы работал столовой я вот такие вот это прям на кухню кому-то очень подойдет под гранитур вот это мне нравится не сказать что размер очень большой 38 на 29 30 на 40 в принципе проработана неплохо нет такой вот это и фотографии нет но им не мультяшкин сюжет такой кекс как кекс лимон как лимон конфеточка откусаны но цветочки они всегда прекрасно так это как-то не очень моё но мы все разные две птички обычно люблю это не трогает он бабочки и цветы и да и тем более сердце это конечно все очень очень мимимишно что и говорить я люблю где две птички где одна птичка я не очень а посмотреть вот такое сердце вот такой вот вот эти без бабочками я бы наверное два взяла а с птичками меня как-то в этот раз не очень трогает хотя представляете так на даче вот это вот моё моё вообще где окошечко где как это шторочка округом там вдали поля и реки вот это мое медовый аромат а я не увидел а это видим цветы так называются и пахнут я не сильно вот это вообще даже вот здесь тоже окошечко все меня не трогают я не знаю почему вот это очень трудно вот гнездышко хороший отличный подарок например идете вы на свадьбу кому-то да понятно что деньги в конверте там магнитофон холодильнике а вы еще вышивочку такую разве плохо чтобы гнездышко вели чтоб детки были да это прям прекрасно прекрасно бабочки груш неплохо неплохо что-то прямо это как бабочка то много я люблю их я люблю их нет все-таки это на четверочку я сейчас бы не стал на четверочку покупать здесь очень много краска у меня устают глаза кстати павлинов кто-то и не помню вышивает только павлинов и коллекционирует вот это вот очень меня глаза устают неплохие сюжеты но не надо не надо прям мне на зимних конечно как правило глаз отдыхает хотела здесь очень много всего фиолетовый желтым красиво ну вот эти мультяшки я не люблю хотя в детскую комнату очень хорошо очень хорошо но не мое коты собачки прикольненько я не являюсь фанатом домашних животных в частном доме да это вот спаленки повесить я не хочу такой вышивать каждый под свое настроение сирень когда-то любила хотела прям штук 5-6 вышить сирени что-то вовремя осталось подсолнухи обожаю вот сирени обожаю подсолнухи эти подсолнушками очень нравится то сирени это не моя есть сирени покруче если посмотреть вышивка сирени очень много сюжетов по даже совсем другой тоже не мой но если выбирать татьяну вот этот или вот этот хочешь конечно вот это я возьму но все равно если не после дождя есть у риоли с шерстью вышивать если ввести риоли средь после дождя какая прелесть вот это все деревенские дачные мотивы это как бы первым мягко говоря моё моё тоже моё моё так предбанники повесить и после бани самоварчик на голове полотенце тело распарены травы душистых повести кажется что именно вот эти травушки и будут ароматы сдавать вот это тоже ничего но как-то меня вот эти приняли пейзаж вот этот но не мой вот по названием кого-то иногда уютный уголок цветочный бриз я пока не скажу что меня что-то тронуло это миленькая но как-то на четверочку вот эта канва мне нравится как мешковина ли он или по подлин интересная канва на ромашковой поляне вот коллекция бабочек кстати очень даже ну уж если как-то в одном стиле вот эти три бабочки все-таки наверное выходит вот три бабочки да это коллекция тоже немножечко другое вот я бы вышла и в какой-то знаете такой узком узком проеме вертикальных как-то разместил красиво три бабочки красиво но это автомобильчики очень здорово особенно если у меня кстати толюшка автомобиль вышивал и они украшали его детскую комнату много много лес лет отдельные цветочки где-то они будут очень по делу сейчас они не трогают я не знаю куда их и что их но так вот даже говорю если цветочная лавка да это же прелесть у нас прощать цветочные лавки то это на маленькие помещения полностью забитые чем-то так вот если где-то развернуться чтобы глаза можно было очень тематически подойдет вообще не нравится белая роза упал на грудь милый миллионок меня не забудь так значит а этот триптих ну не знаю нет я придумал тоже нет 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 здесь земляничка здесь смог бывают такие картины по центру из слева и справа одной тематики просто размеры разные нет нет не так красиво смотрится кстати ну что-то вот так вот не мое миленько хотя вот это вот очень очень миленько но уходит в мультяшку вот физалис неплохой и рядышком вот эти два букетика мне нравятся вот эти как-то меня не тронули а вот эти прям ничего но я еще раз кому-то совершенно иначе ой вот этих боярынь когда я еще вышивала это года четыре назад пять бриллиант души моей там еще что-то это целая серия таких девушек был прям такой бум на них какие-то камни здесь пришивались и так далее потом бум путь их не знаю если бы одну наверно вышила и все и закончилась бы на этом девоньки де вот это мультяшные очень менее нравится миленько вот петуха популярно было очень но я в деревенскую тематику всегда люблю всегда люблю цыплятки я вас еле заметил думал все цветочки сверху из цветочки снизу цветочки цыплятки прелесть я в курятнике повесилась но смысле нет не в курять в частном доме я бы себя повесилась с огромным удовольствием если бы мил курятник здорово я выражаюсь вообще вот это что тут ну не тянет меня совершенно совершенно меняют это все глазу остановиться негде глаз расплывается краски 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 прям я не очень люблю карпы кои к деньгам к богатству все вышивают тут пошли какие-то а во девица то моя отрада бриллиант души моей помните вот это вот из той же серии вообще сейчас внимание когда были новинками бояринь за чаем извиняюсь это у меня нормальные этот самый спасибо что не дриллят бояринь зачем купчиха за чаем мне очень нравится тут для любителей животных прям прелесть здесь тоже цветочки 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 и всегда заканчивается мне кажется пролистнулся туда конечно еще он такую милоту если прям доченька или сыночек хочет что-то вышить можно вот начать таких ребенков именно с таких приятностей взрослому конечно лучше начинать с чего-то посерьезней что брать большую картину и вышивать и нечего баловство разводить вот такие вещи они конечно миленькие просто меня совершенно не трогать так что так что так что вот полистали я благодарю мир вышки за такой шикарный новогодний подарок до новых встреч по добрый зритель они обязательно будут